Дорогие друзья, хорошие новости. Пришел спас. Яблочко-припас. С праздником, друзья, с яблочным спасом в эти выходные в литературном квартале во дворе музея Федора Решетникова пройдет народный праздник, на который вы, наши дорогие зрители, тоже приглашены. Да, подробности будем сейчас узнавать у нашей сегодняшней гости, научного сотрудника литературного квартала Светланы Марковниковой. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. Здравствуйте. Многие знают, что начался яблочный спас, но мало кто углублялся в историю этого праздника. Расскажите в двух словах, чему он посвящен и почему он называется яблочным? Ну, это праздник народно-христианский, не новопридуманный. Наши с вами предки его прекрасно праздновали, знали, любили. На самом деле, это первый праздник первого урожая. Этот праздник ознаменует начало осени. И в этот день именно было принято есть первый урожай яблок. Поэтому спас яблочный. Так, какие-то традиции, особенности празднования еще помимо того, что яблоки хорошо, но какие-то еще, может быть, в этот момент... Вот мы видим в карамели, да, яблоки у вас здесь. Это тоже традиционный какой-то вариант. Да, яблоки в карамели вообще считаются европейской традицией, но мне кажется, на нашей почве они легко могут прижиться. В этот день было принято есть первые самые яблочки, самый ранний урожай, делиться яблоками с любимыми, родными, близкими, освещать урожай самый первый и собираться всей семьей, конечно же. Ну, насколько мы знаем, в литературном квартале яблоки, конечно же, можно будет попробовать и более того, даже приготовить их самим. Да, мастер-классы же будут. Будут мастер-классы, в программе фестиваля целых два мастер-класса по карамельным яблочкам, можно будет и попробовать, можно даже съесть, на самом деле. Осторожно, не сломай зубы. Они прям настоящие, все хорошо. Ага, слушайте, а расскажите немножко про технологию, как это получается? Ничего сложного, можно приготовить даже с детьми, это просто вы варите карамель из сахара и окунаете туда яблочки. Можно дальше сделать какие-то посыпки, но это уже не важно. Есть парочка секретов, яблочки лучше брать самые кисленькие, самые ранние, потому что карамель очень сладкая, иначе они получаются пригорные. Чтобы этот баланс выдержать, да? Да, такой баланс. Ну, и всегда, конечно же, сложно представить, да, любой русский традиционный праздник без музыки. Песни и танцы будут в литературном квартале? Будет и очень много, наши друзья и партнеры приготовили замечательную программу, просто огромную. Причем танцы будут не только фольклорные, народные, не только хороводы и запевы, но и исторические. Интересно. Ну, пробуй уже. А ты будешь? Ну, ты. Тебя ставить. Сначала ты. Оно съедобное? Да, конечно, конечно. Выглядит, как будто бы бутафорское, ненастоящее. Ну, ешь. Мы сейчас узнаем. А сорт яблока имеет значение? Да на самом деле нет, но можно использовать садовые. Там антоновка, семиренка, что там? Нет, что у вас растет в саду? Вот как раз-таки одно из них было ненастоящее. Это оно. Вкусно? Нормально? Отлично. С детьми можно прийти на фестиваль? И сладенько, и кисленько. Будет им там чем заняться? Конечно, будет праздник, мы всегда предполагаем, как семейный. Яблочный спас – это семейный праздник. Поэтому абсолютно все активности рассчитаны в том числе на детей, и мастер-классы, и игры, и экскурсии. Так что мы очень ждем как раз маленьких гостей. Теперь ты. Давай. В какой раз проводятся подобные мероприятия? Это уже второй раз. Мы в литературном квартале проводим свой яблочный спас. В этом году мы сделали немножко более фестивальный формат, чтобы вы смогли прийти в любой момент, и вам было интересно. Кушай яблочко. Много, кушай яблочко. А в прошлом году много было посетителей? Очень много, и было очень тепло. Надо сказать, это последние летние деньки, поэтому все успевают ловить погоду. Хватаемся за эту возможность им устроиться. Конечно, конечно. В этом году ожидается больше участников, чем в прошлом году? Ну, мы очень надеемся, мы припасли очень много яблок, составили такую роскошную программу, поэтому, конечно, да, ждем. Класс. Ты попробовала? Вкусно. Вкусно? Вкусно, да, правда, очень вкусно. Сладко-кисло. Создается такое впечатление, что оно очень твердое, когда издалека смотришь. На самом деле, прям мягкая такая песня, вообще сочное яблочко. Очень вкусно. Светлана, вы сами яблочки кушите. Я только немножко. Единственное, почему. Слушайте, ну мы сегодня продегустировали. Стоит отменить, что действительно и вкусно, и сладко, и, в общем, друзья, нужно обязательно посетить данное мероприятие. Подожди, я еще уточню, можно? Да, конечно. Мы много о чем уже успели поговорить. Что-то еще, может быть, мы что-то не успели рассказать, вот кроме мастер-классов, музыки, яблоков. Да, что-то еще планируется интересное прям. Программа фестиваля огромная, ее можно узнать у нас на сайте и в соцсетях, пожалуйста, Объединенный музей писателей Урала. Мастер-классы, игры, настольные игры, фотозоны. У нас самый красивый двор в Екатеринбурге. Это правда. Поэтому ради этого хотя бы стоит прийти. Ну и очень много яблок, бесплатные яблоки. У меня последний вопрос. А шарлотка будет? Не будет, к сожалению. Ну как же мы... Саш, ну... Это домашний уют. Понимаешь? Ну теперь все понятно. Ты можешь насобирать яблок там и дома ее приготовить. Это да. Вот ради этого стоит прийти. Светлана, мы вам предлагаем прямо сейчас обратиться к нашим телезурителям, пригласить их на данное мероприятие. У вас есть такая возможность? Уже в эту субботу, 27 августа, с 12 часов стартует наш фестиваль «Яблочный спас» в литературном квартале. Это почтовое подворье, музей Решетникова. Приходите, очень ждем вас. А у нас с тобой остался трофей после сегодняшней беседы. Так и будут держать до конца эфира.